Здравствуйте, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала! Сегодня мы будем говорить о моде. Вы, конечно, все помните, что в своем саду я предпочитаю стиль шибишик, а вот в одежде я придерживаюсь стиля боха. И сегодня я буду говорить именно об этом стиле. На просторах интернета я познакомилась с уникальной женщиной, стилистом Юлией Гурьяновой. И мне очень захотелось познакомить и вас с нею. Родом Юлия из Донецка, а с 1995 года проживает в солнечном Израиле. Она персональный стилист, имидж-консультант, шоппер, гид по стилю боха с 2008 года. Она многим помогла создать незабываемые образы. И любит на шопинге. Она работает с женщинами, обладающими пышными аппетитными формами, которые относятся к категории фактурных. Ведь это тот самый контингент женщин, которым очень трудно самим себе подобрать стильный и запоминающийся образ. Любимый Боха – стиль одежды для самых неординарных и свободных людей. Стиль индивидуальности. Я та самая стилист, говорит Юлия, которая на собственном примере своих аппетитных 90 плюс килограммов в своих образах показывает, как ломаются шаблоны и разрушаются стереотипы в одежде. Разумеется, в первую очередь необходимо подобрать базовые вещи, в которых главная простота и удобство. Любимые мои магазины, говорит Юля, секонд-хенды из Токи. Вот там есть где разбежаться творческому человеку. Мой совет – не бояться экспериментировать. И еще два совета от нее. Первое – важно учиться быть не модной, а стильной. И второе – женщина не считается полностью одетой, если у нее нет на лице улыбки. И вот это вот замечательный совет, который я могу вам всем тоже повторить. Быть стильным не значит носить самые модные вещи. Вас запомнят даже в обычной одежде, если вы добавите к образу яркие детали. Подумайте, без каких деталей необходим ваш образ. И сделайте ее своей изюминкой. Может быть, очки? Тогда купите модную оправу на все случаи жизни. Любите украшения? Яркие серьги любой наряд сделают женственным. Шляпки, ремни, браслеты или леопардовый принт можно сделать узнаваемыми элементами вашего стиля. Самый простой способ – добавить цвет к своему наряду, накинуть на шею шарф. Выбирайте яркие принты. Помимо декоративной функции, у аксессуаров есть еще одна важная роль – расставлять правильные акценты в вашем. Если нужно скрыть какие-либо несовершенства фигуры или внешности, акцентируйте внимание на достоинствах, подчеркнув их яркими деталями. Продолжение следует... И посмотрите, как можно обыграть одну и ту же деталь в вашем образе. Юлия Гурьянова создает и продает свои дизайнерские броши цветы из кожи, которые могут повседневные наряды превратить в нечто стильное и незабываемое. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие женщины, обратите внимание, как по-разному выглядит один и тот же плащ с разными аксессуарами. Или вот еще один пример. Базовое платье в стиле Боха с разными аксессуарами. Или еще один пример. Базовые широкие брюки коричневые и серые в полоску. И посмотрите, как по-разному выглядит серый цвет тоже с различными аксессуарами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И еще имейте в виду, время, когда в секонд-хенд доходили от бедности, давно прошло. Сегодня покупка вещей из старых рук – позиция, которая становится все более модной. Вопрос был задан историку моды телеведущему художнику Александру Васильеву. Считаете ли вы, что человек, приобретающий брендовые вещи, попросту безвкусен? И он ответил, что бренд – это своего рода ширма для безвкусных людей. Когда они видят свою недееспособность в создании своего образа, то идут в бутик и покупают себе сумку, на которой крупными буквами написано «Диор» или «Дольче Габбана», Думаю, что этим спасают себя. А мне кажется, нет ничего безвкуснее, чем ходить обвешанными логотипами. Если они вам не платят, конечно. За деньги и я бы стала носить брендированные вещи. Без денег никогда! Дорогие друзья, вот и прошло время нам с вами прощаться. До свидания! И желаю вам оставаться такими же милыми, прекрасными, чудесными женщинами. Не бояться себя менять, прислушиваться к себе. До свидания! До встречи!